Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашей рубке. Тема ее «Как обеспечить compliance-контроль для результативной кибербезопасности». Меня зовут Анна и сегодня я буду модератором данной беседы. Добрый день, дорогие гости! Сегодня у нас в гостях Аркадий Брутков, заместитель директора по информационной безопасности ситуационного центра Минтранса и Павел Попов, лидер практики CM и VM компании Positive Technologies. Добрый день! Сегодня мы с вами обсудим тему стандартов безопасности. Предлагаю построить наш диалог с общего к частному. И первый мой вопрос будет к Аркадию. Аркадий, можете поделиться, как построен подход к compliance в вашей организации? Да, compliance, подход к нашей нашей организации построен последовательно и комплексно. То есть прежде чем какие-то требования и стандарты внедрять, необходимо провести инвентаризацию активов, инвентаризацию информационных ресурсов, их классификацию, выделение рисков, связанных с угрозами безопасности информации. Дальнейшие действия, то есть дальше необходимо построить некий фундамент для того, чтобы начать реализовывать и применять и внедрять эти стандарты в виде определения отраслевого перечня недопустимых событий или отраслевого перечня угроз и формирование конкретных функциональных задач. То есть это самое основное. И потом уже действительно приступать к постепенному внедрению стандартов управления требованием информационной безопасности. Аркадий, а зачем в принципе в вашей организации вы строите комплайенс и уделяете этому особое внимание? В первую очередь мы это делаем для того, чтобы выстроить единую экосистему между различными структурными подразделениями, как внутри нашего учреждения, особенно блоком IT, блоком информационной безопасности, блоком тех, кто занимается непосредственно разработкой и внедрением конкретных процессов, технологий, либо реализацией информационных систем, а также функциональных исполнителей и соисполнителей, чтобы все были в этой единой экосистеме и понимали, для чего необходим этот стандарт, которые видели четко свои сферы ответственности в этом процессе, соответственно, и коммуницировали, взаимодействовали эффективно по этому направлению. Паш, может быть можешь дополнить с твоей точки зрения, для чего в принципе организациям нужен комплайенс? Да, на самом деле есть что дополнить. Я тут, наверное, только поддержу Аркадия. На самом деле были такие ключевые моменты подсвечены. Первое там это взаимодействие, действие от двух разных департаментов, именно IT и B отдела, потому что как бы в любой компании это те два отдела, которые плывут в одной лодке и у них стоит единая задача, это непрерывность бизнеса, защита этого самого бизнеса, то есть чтобы не допустить какие-то критичные события. И на самом деле построение комплайенса одной из самых важных функций, которая также должна быть присутствовать в каждой инфраструктуре, потому что если мы не соответствуем каким-то стандартам, да, начинают шуловать такие истории, как пароли на экранах, да, наклеенные, там это такие самые простые варианты, то есть нет сегментации сетей и много-много чего другого. На самом деле огромное количество вариантов по различным требованиям присутствует, вот в них можно на самом деле довольно-таки глубоко закапываться, но самое ключевое это действительно это тот самый процесс, который должен присутствовать в любой инфраструктуре, а процесс это не просто, да, мы приняли стандарт и как-то ему пытаемся соответствовать. То есть это именно выполнение конкретных требований, которые должны присутствовать при взаимодействии как и БЭВ-департамента, так и IT-департамента. Да, абсолютно согласна с тобой, спасибо. Аркадий, изменился ли как-то подход вашей организации, может быть, за последнее время в процессах комплайенса? Да, он существенно изменился. Соответственно, мы начали больше времени и сил, значит, соответственно, и ресурсов уделять, я бы сказал, гигиене данного процесса, обучением, повышению квалификации. Причем это касается не только внутренних структурных подразделений, а еще и их взаимодействия с исполнителями, с функциональными заказчиками непосредственно и с теми, значит, кто отвечает, как раз у нас данная непосредственно транспортная отрасль, то есть ведущими экспертами, соответственно, вот как раз с целью того, чтобы эти стандарты не были просто набором, значит, бумажных документов, которые как-то существуют, как-то в кавычках, значит, работают, а по факту получается ситуация, когда процесс конкретно не определен, когда нет договоренности между ответственными с разных сторон, и поэтому мы очень-очень много времени уделяем именно как обучение, повышение квалификации, берем лучшие практики, и, соответственно, когда мы привлекаем каких-то исполнителей, функциональных заказчиков, то мы вынуждены интегрировать их в нашу, вот как раз эту экосистему, в нашу систему стандартов, вот, чтобы они четко и соответствовали, потому что часто возникает много противоречий, о которых я скажу позже на конкретных прям примерах, наверное. Да, хорошо. Аркадий, вы сказали, что у вас есть своя система стандартов, и вы пытаетесь внедрить там новых исполнителей в эту экосистему, чтобы они были ознакомлены со всеми этими стандартами. А как вы выбираете те стандарты, которые особенно актуальны для вашей организации, и которым вы стараетесь следовать? Потому что на рынке есть очень много различных стандартов, есть международные стандарты, ЦИС, есть другие стандарты. Какого подхода придерживаетесь вы? Так, как я повторюсь, значит, после того, как мы выделили основные информационные ресурсы, основные активы, определили функциональные задачи, соответственно, сформировали какие-то постановки задач, описали и классифицировали риски конкретные прям, с привязкой обязательно в данном случае с перечень недопустимых событий, вот четкого, конкретного, как отраслевого, так и для нашего, значит, для нашего учреждения. Соответственно, и в данном вопросе мы, соответственно, основываемся в первую очередь на это при выборе тех или иных стандартов, но мы не внедряем их сразу же скопом, да, берем там, допустим, сразу же отдельную ветку стандартов, например, в части безопасной разработки программного обеспечения. Мы, соответственно, после того, как провели этот анализ, мы изначально как бы пилотируем эти стандарты, то есть прежде чем их внедрять, мы пытаемся, соответственно, смоделировать эту ситуацию и хоть как-то, значит, их обкатать в какой-то вот такой тестовой, соответственно, да, там, ситуации, вот, чтобы не порушить наши вот конкретные там процессы. Поэтому у нас все это выстроено на этапе как бы не сразу же внедрения, как бы, да, в эксплуатацию, там, да, вот в работу этих стандартов. Мы сначала, я говорю, обкатываем на локальных каких-то задачах, которые не несут, там, при основке которых, да, не несет какие-то критические риски. Потому что часто бывает так, что внедрив тот или иной стандарт, он, соответственно, очень сильно меняет процессы внутри, особенно взаимодействие структурных подразделений. Возникают конфликтные ситуации, и мы не можем найти компромиссы. Я, например, проведу пример конкретный. У нас, значит, разработчик, там, например, специального программного обеспечения, руководствуясь конкретным набором уже, да, боевых стандартов части разработки, безопасной разработки ПО, он сталкивается со следующим. Соответственно, он взаимодействует с IT-подразделением. IT-подразделение, соответственно, удовлетворяя еще одному, как бы, комплексу стандартов, берет, например, общечистемные программные обеспечения, для того, чтобы туда установить это специальное программное обеспечение, обновляет ядро, например, операционной системы до последней версии. И тут безопасники, значит, с айтишниками приходят ко мне и говорят, что безопасники, мы не можем установить на данные последнюю, особенно актуальную версию ядра, например, довольно общечистемного ПО, свои наложенные нативные средства защиты, например, чтобы выполнить как и требования со стороны регуляторов, так и в части, ну, как я назовю, небумажной эффективной безопасности. Айтишники говорят, вы же нам сами задали требования и не можем, соответственно, установить другую версию, да, более, ну, менее, как бы, да, актуальную ядра, потому что в ней присутствуют какие-то критические уязвимости. И они приходят ко мне, и я знаю, что здесь четко выполнены все требования стандартов, и необходимо находить какой-то баланс сил, потому что еще, значит, те, кто разрабатывает СПО, они тоже, у них свои требования, они тоже, значит, например, руководствовались лучшими практиками международными, в том числе, конкретными стандартами. И вот приходится как-то ситуацию выравнивать, находить какой-то компромисс, вот, чтобы, опять говорю, значит, не случилась ситуация, когда мы не можем выполнить требования регуляторов, либо мы не можем, значит, развернуть конкретное СПО, либо, значит, парализовать деятельность IT-подразделения в их части, или подтолкнуть их на то, что они нарушили, нарушают, опять, конкретные требования конкретных стандартов безопасности. Да. Аркадий, вы здесь затронули две такие важные истории, да. Первая – это история про бумажную безопасность и про реальные стандарты, которые работают на практике и защищают организацию. И вторая история – это взаимодействие IT и ИБ департаментов, вечная такая проблема про то, как сделать так, чтобы все работало. Я хотела бы сначала еще остановиться немного на стандартах. Паш, может быть, у тебя есть тоже какой-то свой взгляд на то, какие стандарты важны именно не для бумажной безопасности, а для результативной безопасности в организации? Да, есть что добавить, но на самом деле тут больше даже не добавить, а поддержать Аркадий в его рассказе, потому что это яркий пример того, как должен строиться процесс по построению стандартов безопасности в любой инфраструктуре. То есть, во-первых, не брать там какое-то огромное количество стандартов, да, и просто пытаться его применить у себя в инфраструктуре. То есть тестирование – это прям то, что должно происходить, как нулевой, наверное, даже шаг при построении данного процесса. То есть без тестирования мы не получим эффективного результата. Но, естественно, у любого процесса есть тот самый результат, которого мы должны достичь. И это как раз-таки набор тех требований, которые там, как я понимаю, в вашем случае написаны вами самими. То есть вы не взяли какой-то там цисловский стандарт и раскатили у себя в инфраструктуре. Это самый ключевой фактор, который должен присутствовать в этом процессе. Не нужно бояться писать свои стандарты. Даже не то, что не нужно бояться, это нужно делать в обязательном порядке. Каждая инфраструктура, она уникальна. Нет двух одинаковых компаний, как и двух одинаковых отпечатков пальца. Каждый стандарт для каждой конкретной компании, отрасли, он, опять же, повторюсь, уникален. Там есть, понятное дело, минимальные метрики, которым нужно соответствовать. Если взять наши стандарты, там, PTA Essentials, которые, если вы не выполняете их, то, соответственно, вообще все плохо. Но на основе тех требований, которые даже в них есть, нужно, можно и нужно составлять именно свои стандарты. Это прям очень важно. И второй момент, который мне очень понравился, это действительно там реальная кибербезопасность, да, которая эффективная, должна быть не просто бумажная. На самом деле в эту сторону смотрят там некоторые наши регуляторы, тот же самый FTAG, последний их методичка по оценке ядра Linux. На самом деле, кто читал ее, он понимает, о чем я говорю. Там есть определенный набор требований, которые регулятор рекомендует для соответствия. Но, опять же, никто не говорит, что нужно вот просто взять его, да, и внедрить. Мы можем оттуда взять определенные требования, наложить на свою инфраструктуру, возможно, их где-то даже усилить. То есть, если где-то в стандарте там длина пароля считается 8 символов, это отлично, то в другой компании это может быть и 16 мало, поэтому переопределение стандартов тоже должно быть. И чаще всего именно в большую сторону. То есть, усиливать свой стандарт за счет тех требований, которые есть как в международных стандартах, как и в стандартах от видоров, там от наших, как PT Essentials, от регуляторов и так далее. Поэтому тут я даже, наверное, не добавляю, а поддерживаю в построении такого процесса. То есть, правильно я поняла, что есть какие-то стандарты, которые могут быть одинаковыми для всех организаций, какие-то такие ключевые, необходимые всем, но в целом всегда здорово, когда компания сама еще пишет стандарты осознанно с взглядом на свою инфраструктуру, на те проблемы, которые есть в компании. Да, 100%. То есть, тут нужно, опять же, ключевой момент. Можно для начала построения процесса, оттачивания определенных техник, там взаимодействия с IT-департаментом, возможно, с каким-то третьим лицом, который выступает тоже ключевым в построении данного процесса, как взять там за основу какой-то стандарт и начать его раскручивать у себя в инфраструктуре. Но после, естественно, нужно отсекать те, которые к нам неприменимы, да, как к компании, и применять только те, которые действительно покажут эффективную безопасность. Не просто поставили галочку, мы этого выполняем, и годовой отчет там мы на 80% соответствуем своего стандарту. Roadmap на следующий год будем исполнять еще 5%, как бы. Но это не та история, о которой нужно рассказывать. Да, Аркадий. Да, я дополню, значит, да, потому что процесс, соответственно, ну, например, создания той или иной там какой-то сложной инфраструктурной системы, да, в составе сложной инфраструктуры, он процесс живой, он меняется. Возникают новые требования со стороны законодательства, да, там, соответственно, возникают новые требования функционального заказчика. И получается, что в этом процессе данные стандарты, они не должны, как бы, создавать ситуацию, когда мы связаны по рукам и ногам, в том числе, например, IT в основном, которые прибегают и жалуются, что, значит, нам нечем дышать, потому что нас, соответственно, этими стандартами ограничили, значит, по многим параметрам. И вот здесь, получается, должен быть открытый диалог, как я сказал, прежде чем это внедрять, да, необходимо их повысить, как раз я вот про это говорил, некую осведомленность и гигиену внутри компании. И вот постепенно, значит, да, аккуратно сначала обкатать эти стандарты, соответственно, потом уже смотреть, когда пойдет живой процесс, какие из них наиболее эффективны, какие из них, например, мешают реализации, например, закрытия конкретной угрозы безопасности информации или перечня недопустимых событий отраслевого, например. И, соответственно, данный процесс, он меняется и как бы меняется с точки зрения не только самого процесса и стандартов, которые у нас приняты, а с точки зрения еще изменений внешних факторов, да, то есть появляются новые актуальные угрозы, появляются новые недопустимые события, да, там, соответственно, и мы должны уязвимости на это очень-очень быстро реагировать, вот, и быстренько, быстро очень адаптировать под это, соответственно, наши внутренние стандарты, внедряя их, интегрируя, вот я говорю последовательно. Правильно, я слышу, что стандарты – это не такая история, что ты раз их вел и забыл, и больше мы их не трогаем, поставили галочки на бумажке, стандарты есть, что если что-то происходит в инфраструктуре, мы всегда должны их адаптировать и всегда, ну, обращать на это внимание. Да, совершенно верно, потому что в большинстве учреждений, да, как бы у меня был довольно большой опыт, как раз так и делают, то есть они берут перечень готовых стандартов, не как какие-то метрики, соответственно, да, как некий компас, да, соответственно, который меняет свои ориентиры, а они, соответственно, просто их утверждают, выделяют какие-то, ну, ключевые, основные, там, да, требования в них, и, соответственно, вот эта вот, прошу прощения, куча макулатуры лежит и как-то работает. Когда возникает какой-то инцидент, то сразу же начинается тушение пожаров, которое может не прекращаться большое количество времени, это огромная трата сил, ресурсов, времени, и вместо того, чтобы вернуться к фундаменту, как я говорил, посмотреть четко, что мы сделали не так на основании как метрик, так и самих стандартов, их требований, вот, возникает ситуация, когда вот это лежит большое количество бумага, бумаги, значит, айтишники с безопасниками, значит, тушат пожар, и некогда даже проанализировать данную ситуацию, возникает такая ситуация, да, то есть некогда даже просто взять и, как бы, проанализировать со стороны объективно, что же происходит не так, вот, поэтому, вот, говорю, процесс, он должен быть очень такой многосторонний и многоступенчатый, это очень важно. Аркадий, вы сказали о том, что вы вот прям вводите такую гигиену, условно, в вашей организации, чтобы было понимание важности этого процесса, а что, в принципе, нужно сделать, чтобы больше компаний задумывались об этом, чтобы больше компаний подходили к этому ответственно, а не просто ставили галочки и складировали макулатуру, как вы сказали? Ну, увы, у нас в большинстве подход довольно такой ретроградный, это, значит, пока гром не грянет, никто не пошевелится, то есть, когда возникает проблема, все начинают что-то думать, анализировать и что-то делать, как правило, а до этого все спокойно живут и, как бы, да, не анализируют, соответственно, и, ну, как бы, ни процесса, ничего. И самое-самое, вот я начну с такого, очень, немножко абстрактного, самое ключевое здесь, что все акцентируют внимание на каком-то негативном событии, как правило, и мало кто задумывает и анализирует, когда все отлично, хорошо получается, если ведет все слишком хорошо и слишком замечательно, соответственно, да, когда все работает прям как часы, это повод очередной раз задуматься, потому что чрезмерная самоуверенность, которая формируется, потом ослепляет. Вот от этой немножко такой абстрактной формировки, если спускаться в прикладную историю, то эта гигиена, это, соответственно, сознание людей, да, она строится не просто на, как бы, перечне требований, которые они, значит, знают, соответственно, да, то есть мы там их, например, задали, проэкзаменовали, нет. Это четкое понимание ответственности, последствий из-за нереализации данных стандартов, это очень важно, это открытость, потому что часто бывает так, что не выполнив какие-то требования, значит, конкретного стандарта, те же самые айтишники начинают как-то прятаться, вуалировать все это, и это проблема серьезная, например, да, там, она нарастает, как снежный ком, и потом может, ну, как бы, выливаться в какие-то уже серьезные угрозы, например, да, для инфраструктуры, угрозы безопасности информации, вот. Вот, и здесь, как бы, эта гигиена, она, как раз и складывается из такого этичного отношения к этим стандартам, их осознанного понимания, то есть важно не просто, как бы, использовать их, как некие такие сухие шаблоны, а важно именно, как бы, такая прям живая осознанность, да, соответственно, в понимании, значит, зачем необходимо выполнять то или иное требование данного стандарта, вот это очень важно, и мы над этим работаем, поэтому, как бы, здесь отношения к этому меняются, потому что, как я уже повторюсь, да, вот в большинстве компаний это, оно довольно, ну, как бы, оно довольно такое примитивное, то есть есть бумага, значит, требования, значит, регуляторов выполнены, все вроде бы как работает, вот, а на самом деле, как бы, единых метрик и единых стандартов нет, и они не работают вообще. Паш, есть что добавить по этому поводу? Ну, самое главное, да, то, что хочется, опять же, наверное, даже опять не добавлять, а поддержать, вот эта вот гигиена, она обязательно должна присутствовать, то есть стандарты должны быть не просто где-то зафиксированы, а все как бы должны быть в курсе того, что они есть, их нужно выполнять и так далее, и это все верно было, как раньше замечено, то, что стандарт, он не прибит гвоздями, то есть это не то, что мы один раз зафиксировали, как бы, и все, забыли, нет, это постоянная актуализация данных, как бы, ну, инфраструктура, это живой организм, он постоянно растет, он постоянно развивается, я, мне кажется, не найду сейчас, не смогу вспомнить ни одного кейса, когда, там, наши клиенты приходили, да, и говорили, что через год у нас ничего не поменяется в инфраструктуре, у нас останется то же количество узлов, те же типы, как бы, даже за последний год очень сильно поменялось, как бы, стало огромное количество отечественного программного обеспечения, которому тоже должны применять стандарты, а их изначально вообще не было, то есть они составляются прям на живую, как бы, но те, кто их не составляет совсем, как бы, они получают негативный результат, вот, поэтому, ну, тут хочется просто подытожить, да, то, что стандарт – это непрерывный процесс, который должен постоянно актуализироваться, добавляться новые требования, какие-то убираться, потому что что-то меняется, что-то невозможно выполнить и так далее, тут, как бы, оргмеры, наложенные средства никто не отменял. Да, спасибо большое. Мы будем потихоньку подходить к концу, и, наверное, последнее, о чем бы я хотела поговорить, это, может быть, вы можете дать какие-то рекомендации тем компаниям, которые только задумываются о полноценном комплайансе в своей организации, или кто делает первые шаги на основе своего опыта, что вы можете им сказать? Да, я бы хотел сказать, что не относиться к этому процессу как, значит, к некому набору просто бумаги, соответственно, да, а именно смотреть на это как на единый процесс, который неразрывно связан с деятельностью вашего учреждения, организации. Это очень важно. Совет очень простой. То есть начните с малого. Начните, посмотрите, какие бизнес-процессы у вас, посмотрите, какие у вас активы, попытайтесь их описать, попытайтесь выделить, значит, из них функциональные задачи, которые у вас существуют, их как-то классифицировать, эти задачи, да, выделить риски. Соответственно, и этот диалог должен быть между всеми подразделениями абсолютно. В нем не должны участвовать только IT, например, и безопасность. В нем должны участвовать все, в том числе руководители, в том числе кадровые службы, закупщики, то есть все те службы, которые у вас существуют. Соответственно, и вовлекайте всех постепенно, заинтересовывайте, вот. Вот. Делайте этот процесс живым. Самое главное, живым. То есть, да, вот. Не относитесь к этому, я еще раз говорю, формально. И, соответственно, немножко отойдите от ваших операционных, оперативных задач, которых довольно много. Потому что, как правило, я вот слышу, что у нас нет времени на то, чтобы проанализировать там, да, вот. Лучшие практики, выделить какие-то, например, международные стандарты. Ребят, ну нет времени, значит вопрос не в приоритете. Времени есть всегда. Это очень важный вопрос. Не откладывайте его в долгий ящик и говорить, что нет времени, но это важно, это значит врать самому себе. Давайте, как бы, не будем это делать, а все-таки общаться открыто, потому что вы варитесь не только в собственном, значит, да, там, в собственной организации, учреждении. Вот. Соответственно, вы можете обратиться к экспертам данной области, общаться, очень много площадок, где открытый диалог по данным направлениям, переговорить с регуляторами в этой части. Соответственно, и не бойтесь внедрять их, не бойтесь, да, как бы делать какие-то шаги постепенно, мало-помалу. Вам потом это поможет избежать огромного количества рисков, огромного количества реализуемых тех же самых там недопустимых событий. Потому что не уделяя этому времени, достаточное количество, вот, или прикрываясь сразу, что у вас его нет, вот, вы потом просто действительно можете попасть в ситуацию, когда те угрозы, которые будут реализованы, они парализуют там ключевые активы, ключевые системы, вот, соответственно, приведут просто в недееспособность работы учреждения. То есть вы должны понимать эту ответственность. Спасибо большое, Аркадий. У нас уже заканчивается время. Паша, у тебя быстрый какой-то совет на путствие. Вот, всем нашим зрителям. Я коротко подытожу. Во-первых, Аркадию спасибо. Это вот то, что называется эталонным построением процесса соответствия стандартам. Действительно, эталон. Я могу только поаплодировать. Это очень круто. Коротко, прям по пунктам. Да, анализируйте международные стандарты, отечественные стандарты, то, что говорит экспертиза различных вендоров. Не бойтесь составлять свои требования. Это нужно делать в обязательном порядке. Занимайте гигиеной своей информационной безопасности в любой инфраструктуре. Инфраструктура не стоит на месте. Она все время развивается. Адаптируйтесь. Этот процесс не должен остановиться на каком-то моменте. Он должен проходить постоянно. Это самое важное. И действительно, следуйте реальной кибербезопасности. Определите, какие риски есть у бизнеса. Не те, которые видите вы, а те, которые видят действительно бизнес. То есть риски для вас, возможно, остановка сервера, а риски для топ-менеджмента, они совершенно другие. И эти стандарты нужно адаптировать под реальную кибербезопасность. Да. Спасибо вам большое за такой живой диалог, за то, что обсудили такую насущную проблему и подняли ее, в принципе. С нами были Аркадий Брыдков, Павел Попов. Спасибо. Мы продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok